Так, вот есть такая вещь, да, неприятие прививок в принципе, да, вот, что мы можем обходить, Ну, то есть, если вы внимательно прочтете, то вот все вот это, я выделил кое-что, что человек считает, что вкладывая мысль, можно получить любое поколение, ну, речь идет о плодовых деревьях, да, вот, что это надо, наверное, каждому прочитать, вот, и получается так, что интерес и удовольствие упал из этого абсурда, ну, как раз подразумевается деревья завеченная прививка. А я всегда говорю, вот, моя прививка, это коллега, тут мы сходимся. Люди стали более чувствительной душой, стала просыпаться, переставшаяся энергия, чувствовав во всем первоначальную глупость, стали искать правду в этом, думаете, вы меня поняли. Понятно, я понял, уважаемый Александр, тут речь идет о другом. Вот плоды с дерева, ведь если верить, допустим, генетикам, если верить вообще, в принципе, официальной науке, вот подвой остался подвоем. А взяли ветку, привили там, это подразумевается обычно, вот взрослое дерево, да, она осталась сама по себе. Вот какая она подразумевалась там, вот такая есть. Чаще всего это происходит, особенно с яблой югуши. Вот, а часто уже, а если чуть хитрить, как я хитрю, уже можно получить дерево, которое несет в себе гены, и особенно в потомстве. А потом, может быть, ветка срезана с него, или семена, и мы получаем совершенно новое дерево. И тут я говорю, страха не должно быть, почему? Вы приходите в магазин и смотрите, яблочный сок, персиковый сок, дальше идет, правильно, яблони плюс персик. Дальше вы смотрите, груша плюс, не поверите, это даже менее естественно, чем мое. Ладно, там яблони с грушей мы прививаем яблони на грушу, но это самый дальний, еще раз, видите, обычно абрикос на абрикос. Вот, а я еще раз говорю, для меня нет никаких деревьев, из деревьев приспособляющиеся. Вот, то есть она больше, хоть, скажем, плодов хуже выдерживает, зато больше морозостойкость. Ну, я привел. Если верить генетикам и современной науке, в принципе, вот, ничего не произошло. Каждый подвой, подвой, прямой, я даже ничего испортить не успел. Но если я считаю, что успел, это просто недосмотр науки, что у нас такие же привычные ножи, материал еще лучше вашего, господа ученые. Вот, и тут получается, что, ну, вы же в это, вы знаете, вот эти вот соки, вот виноград с грушей, вот тут уж и ничего пьем, и все живо до сих пор. А я-то даже этого не допускаю, я же не могу на виноград привить грушу, грушу на виноград, у меня не получится. А так, родственники, ну, это, как бы, еще какой пример привести. Ну, два сорта груш, допустим, там, допустим, которые сильно отличаются друг от друга. Ну, соединили в нем в плоде, в плоде получилось, как бы, два сорта. Ну, ничего, не отравимся. Тут речь идет о другом, вы не там ищите правду. Дело в том, что я-то обижаюсь, что не получается ничего с этим, с садоводством. С каждым годом интерес падает и падает, а уж кому как ни мне знать. У меня когда-то весь город, очередь стоял за саженцами, сейчас, представляете, лет 20, 15 назад. Вот, и не было, никто не приезжал ни с Красноярска, ни с Москвы, как вот бывалось, отдельные случаи, там, вот, чуть ли не на машинах, уж на самолете обязательно. Вот, одно и то, а сейчас-то ни одного. Парочка с Красноярска, один там с какой-нибудь, это, там, парочка с Абакана, один там с Курагина, там, один человек, там, это, с Кемерово. Все, ну, набегает так, чтобы продать несколько сотен саженцев Сергею, все. Это разве, а раньше-то с одного города не хватало, ведь очередь стояла, машины устраивались в ряд, все, нету больше садоводства. И причина не потому, что мы стали привать, это тут немножко, вы назвали причину, но не главное. Причина страшнее гораздо. А я вам сейчас ниже попытаюсь как-то объяснить, почему. Вот, огромную роль играет глупость, процветающая в технологии садоводства, огромный труд, и чем больше труда, тем меньше результат, в конечном счете вообще ничего нет. Ну, и второе, понятно, величайший после МММ, а может быть уже МММ. Помните, я, кто меня давно знает, я говорю, если бы Мавроди знал масштабы мошенничества в садоводстве, вот, он бы удавился бы, ну, что на свете нет, а может от этого удавился бы, от зависти, что такое творится. Ладно, не ругайте ученых, не злитесь на них. Во многом вы правы, где-то, может, ошибаетесь, не все же идеальны. Ведь, по сути, вы говорите, что они идиоты. Кому это интересно слышать, все мы когда-то ошибались и ошибаемся. Поставьте себя на их место. Я поставил нищинская зарплата, и нечего там делать, только время терять. Кто хотел, тот ушел. Вы снова приходите на конференцию и говорите, что все плохо, и все они плохие. Тут хочешь, не хочешь, а это выйдет на передний план, и снова выступление прерывается. Кстати, меня после того, когда выгнали, через год меня опять туда позвали, но я уже не поехал. Единственное, кто за свои деньги должен, если там между двух сотен людей приезжать, да? Вот. Один из двух, кто привез абрикосы. Вся страна без абрикосов. Сделайте их своими друзьями. Вот посмотрите. Вот, если он посмотрит, Павел Николаевич, пусть на меня не обижается, что я вот так, как бы, акцентирую. Сделайте их своими друзьями. Покажите им свои фотографии, угостите фруктами. Зову уже много лет, Павел, зову. Вот. От моего имени главный редактор, вестника, садовода. Единственный, кто принял душой все, что я насочинял и сделал. Вот. И он звал. Ладно, не буду подробнее. Примите их глупости такие, как и они есть. Ну да, а потом, если они почувствуют вас с другом, они потянутся к новому. Вот. Для меня это подлость. Я никогда им руки не подам. Если бы кто-то сказал, если бы глаза в этом про меня, да я ничего плохого не имел в виду. Да они же, если вот это узнают, они такие сады вырастят. Они к ними подойдут, сады. Я же, допустим, умею вязать сети. Мне это проще понять. Ну, как хобби. Умею вязать сети. То есть, про это делаю со основы, а потом уже вот так вот. А не просто накрутил. Если вот это можно кое-как объяснить, вы же помните, вопрос-то был дарвинистый, или этот самый сторонник религии. Вот. А вот эти невозможно. Их нужно сознательно сделать. А методом тыка, как вот один паук умнее другого, у того получила сеть некачественная, этот качественнее сделал сеть. А его потом, что лучше кормилось от него же, вот больше мух поймал, а с этого потом, что еще кто-то лучше сеть сделал. Вот эти радиально не вкладываются в это, в дарвинизм. Извините. Вот. Это готовое изделие. Но дело в том, что это так же, как мы, кстати. Вот. Без этого паука на земле не было бы жизни. Это они регулируют численность. Мы ее разрушаем там бульдозерами, асфальтовокладчиками, атомноизрывами. А они регулируют. Лишнего нет. Мухи умрет. Есть лишняя муха. На паутинке дальше полетит. Потом все полетит. Они такие умные. И вот наступил момент, да. Я почему говорю, сейчас поймете. Сейчас я прошу вас детей позвать к экранам. Вот. А это ученые говорят, что мы не знаем вот это вот. Для чего вот это вот? Вот это вот, это вот, это вот. А я знаю. Вы когда-нибудь ковры ткали? А я ткал. Помните старинные станки. А вы знаете, что это такое? Это рисунок. Это для души. Это ковроткачество. Это то. Посмотрите у вас на любой ковер. Вы видели, что он с рисунком? У вас есть ковер чисто зеленый или чисто черный? Или красный? Есть, нет? Вот это высшее разум в своем царстве. Вот. Мы-то свой мир разрушаем, а паук украшает. Почему я так говорю, сейчас поймете. Вот. Значит, я был, отвел денег, то есть детей, сунул деньги. Я специально так делаю, дальше не заходил. Тимошки сунул этот, как он называется, этот фотоаппарат, сказал, наснимаешь. Это не я снимал. Вот. Я потом, когда эти фотографии сюда переносил, я пришел в дикий ужас. Посмотрите сюда. Посмотрите сюда. Вот. Вот это дети, вот они, мои же дети. Издеваются над этим самым. Это им кажется, что они... Вот. Эта самая фотография наиболее всего впечатлила. Вот это несчастное существо, созданное для развлечения людей, живут настолько неестественной жизнью, что у меня слезы на глазах, когда я это вижу. Вот. А не видит никто. Понимаете? Смотрите. Вот. Вот счастливый ребенок. Это мой. Сенька. Посмотрите на этот сейчас. Вот. Ну, это еще один фотографий Тимошка делал. Вот сейчас увидите эту крысу, поймете это самое. Не зря она тут. Вот. Она в тюрьме. Так. Посмотрите на этого чистого ребенка, который мы спасали голубей и собак, когда морозы были сорокоградусные. Вот. Я шесть голубей нашел за зиму. Ну, тушек валяется. Ну, везде, где бы я ни шел. Шесть. А на самом-то деле, это я же не хожу по улицам, я за рулем редко хожу там. Чуть до дома доехал. Но на самом-то деле, десятки, сотни было мертвых. Вот. Посмотрите на эти чистые лица. Да. Видите? Вот. Это они сейчас такие. Они не знают, что страшный грех держать в этих самых клетках животных. Они не могут любить. Они не могут бегать, радоваться жизни. Это только нам кажется, что мы одни имеем на это право. Вот. Вот это вот. Вот настоящая жизнь. Они в клетке. И вот там крысу вы видели, да? Бедную, несчастную. Вот. А вот крыса, ее родственница. Поняли? Адатра. Вот так вот. И еще раз показываю. Вот это вот. Вот это. И вот это. Когда дети поймут, не будет клеток. Вот. А у них будут жить не в вонючих городах, а в своих домах. Шел специально. Вот эти муравьи, они шьют. Шьют. По-настоящему шьют. Они делают дырки. Продергивают эти диски, как у них, паутину. И у них получается дом. Вот. Он так же, как делаем мы. А мы их с соляркой, бензином. Павел Николаевич, извините. Никогда мы не поймем друг друга. Вот эта штучка в сутки сто тысяч. Сто тысяч производит потомство. Сто тысяч. Да. Это, казалось бы, невозможно. Невозможно представить себе, когда огромное государство со ста миллиардов муравьев. Со ста миллиардов. Фабрики, заводы, стройка, охрана, трудяги, воспроизводство. Вот. Гигантский механизм. И мне говорят, что это самое. Только потому, что они феромоны вырабатывают. Ага. Чёрта с два. И вот я когда сказал. Вы знаете, я не кидаюсь ни в одну крайность. Я не говорю. Я дарвинист. Я не говорю. Я верующий в Бога. Я говорю. Вот всё, что перед моими глазами, это внешнее управление. Кроме вот этих тел биологических. Есть ещё биополе. Причём биополе первично. Но, а вот это вторично. И тогда всё становится на место. Вот. Природа эта такая хрупкая. Так надо беречь. Я говорю. Сметёт нас или ураганы к этому идёт. Или кто-то специально кнопку, наверное, скажет. Всё, загадили планету. Поняли, да? Пытаюсь прокомментировать. Смотрите. Спокойно. Я даже голос снизил. Тембр. Ну, на фоне искалительных деревьев. Как они в предыдущем неделе раньше. Они брали... Деревья же побелены. А это означает, что они спасают с помощью побелки от солнечных ожогов и от морозобой. Правильно? Вот. И она на наших глазах. Может, это дерево. Сека там делала обрезку на кольцо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять. И так далее. Итак, смотрите, что они делают. Прошла зима. Наверное, недавно был ещё снег. Они тут же прыгали по нему. Утаптывали его, называлось снегозадержание. Глупая работа. Только в марте ещё согласен, надо от мышей спасаться. Там ещё польза. А в середине зимы морозы, этого нельзя делать. Потому что снег – это защита. Нетронутый снег – это защита корней от этого, от мороза. И сейчас ещё живут. На данный момент ещё живут. Скоро вдохнут. После этой их работы. Они взяли, они ели листвы уже немного. И черви остались без еды. Вот просто взяли, остались без еды. Они не знают, что такое черви. Они не знают, что питаются. Они не знают ещё второго. Дальше будет глупость, ещё хуже. И так, для чего она взяла вилами и начала прокалывать землю. Она проколет несколько раз и уйдёт ещё. Она объясняет. Сейчас она насыщает почву кислородом. Знаете, во всём мире деревья растут, как-то обходятся без этого. А она не может. Она считает, что она корням подаёт этот самый кислород. А скажите, когда они, черви, остались голодными, что получается? Варианта два. Сдохнут с голода. У них другой еды нету червей. Вот то, что за его спиной. Или уйдут вон туда, где ещё, может, до них руки не дойдут. Вот под те деревья уйдут, там будут искать лесу. Там, кстати, вся у них там развитая система. Они не знают, что черви, когда наружу выходят, вылазят. Как ни подробнее, у меня есть фотографии специально, как они это делают. Они устраивают специально, получается, ну, вольно, невольно, они устраивают каналы для проникновения воздуха. А там червяк, который не знает, куда у него зубы, листик, затаскивай его под землю. Листик, больше ничего. А потом он этот листик съедает. А дерево не может листики кушать. Не может. Только когда листик проходит через червяка, поняли? Это часть цепочки, в конечном итоге кормится дерево. Сейчас они не просто ограбили этих червей, они сейчас дерево оставили без еды. Раз. Дальше они затоптали ногами эти самые дёрн, запомните, это один из моих постулатов, как бы надо нанеслять. Он неприкосновенен. По нему, даже как по снегу, лишний раз ходить нельзя. Разве что только по делу. Вот это круговорот в природе называется, если вы не в курсе. Туда проникает вода под червячим ходом. Вы не знаете об этом? Вот. И как раз туда куда надо. Она разбавляет пищу, которая прошла через червей, и получается питательный раствор для дерева. Ну, откуда же мы это знать? Вот. И это всё связано. И вы думаете, это всё одна передача. Вы думаете, на этом всё? Держитесь, ребята. Ну, ладно. Совершенно беззавидное дело. Орошаем водой или питательным раствором? Так. Ну, если засухом полить, это можно, даже нужно, да. А питательным раствором зачем? Ну, правильно, вон он этот. Вон еда-то. Вот он, справа от него, от этого журналиста, который изображает из себя туповатого. Этого самого. Вот. Ну, наивного, может, не то слово. Может, он умнее, но прикидываться приходится. И брать лейку. И это, раствором питательным. Вот. А если бы вот это вот не убирали бы, и не надо было бы ничего этого делать. Итак, этого делать не надо. Сгребать. Ковырять его не надо, только не подходить. А тогда откуда возьмётся фильм? Она стоит и говорит, обсыпаем опилками. Ну, сказала бы, что только избавив Божия уже не этими, не хвойными, которые отравляют почву. Просто опилка. Ладно. Вот. Пусть гниёт. Яблони крепко держатся. Они сразу не сгнивают, поэтому они не знают. А нормальные-то люди всё обсыпят. Она сказала, и груши. А груши-то сгнивает корневая шейка только так. Украли эту самую листву. А вместо листвы теперь, ну, почему бы и нет. Мы же делаем зарядку, да. Это тоже на свежем воздухе полезное занятие. Листво убрали. Дырок понаделали, потому что черви-то уйдут. Вот. И полили. Раз траву убрали. Ну, шило на мыло поменяли. Ну, радикулитов у него ещё не грозит. Молодой парень. Вот. Но здесь они решили угробить дерево полностью. Она сказала, яблоня, запятая, груша. А груши этого не держат. А она этого не знает. Изувечивает дерево, купит флаконы и давай их рекламировать. Вот. Вот крупный план. А это ещё, чтобы сюда... Я уже боюсь говорить. Чтобы сюда не лезли эти самые муравьи. А вы знаете, что муравьи, главные защитники, когда вы вот так сделали, ну, это всё ладно. Да ну, вы же уничтожили все муравьи. А? И знаете, кого? Вот этих вот работяг. Боже мой. Это современное садоводство. Вот не хрен было делать, немало баба-порося, или как там, хлопоту. Вот тут вот горку сделать, но не закапать корневушейку. Вот тут вот горку. Вот. И всё будет прекрасно. И дёрни, и трогать. И ещё объяснить. Ну, почему? Вот в таком случае всё сгнивает. Неопытные огородники, а это всё странно, кстати. Кроме них. Читая описание сорта, теряется в загадках, что означает это слово. Это я набрал прямо в интернете. И вот получается, что это высота помидорного куста, ограниченная определённой высотой. А дальше смотрите. Итак, детерминатные, полудетерминатные, супердетерминатные, супер-супердетерминатные. Ущербность. Настоящая ущербность. То есть человек вчера не знал этого термина, и ни разу не прочитал, и вдруг он его произносит вместо там высота куста, допустим, помидорного того же. И вдруг он выдаёт, я в ужас пришёл. Вы кому рассказывали? Вы же простым людям рассказывали. Вот, как призывает меня к миру этот Павел Николаевич Троценко. Может, хватит с нас. Если бы сейчас я вот тут ту минуту бы произвёл, сейчас бы все, кто меня слышит, хохотали бы над вами. Какие вы умные. Вот, при этом уничтожая сад. Видите? Там вы просто воровали еду этих, уничтожали червячные ходы, обрекали на голод червей, а потом ещё взяли и фольгой обернули, вот здесь вот, фольгой, и сказали, лапки у муравьёв будут соскальзывать, не соображая, что под фольгой... Субтитры создавал DimaTorzok